всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео ролик посвящен теме покаянию и прошению прощения и прощению вот сегодня мы с вами разберем четыре года я на ю тубе пятый год пойдет да и что-то я даже вспомнить не могу чтобы у меня был конкретно ролик на эту тему конечно об этом не раз говорил и конечно же при чтении библии на канале христа люби блины и писали писание однозначно такая такие темы поднимались я конечно же давал свои мысли комментарии рекомендации при прочтении писание но вот что-то я даже когда если знаете кому-то поделиться и что-то уже каждый раз последнее время что-то опять стало есть такой вопрос подниматься и даже что-то я не могу вспомнить мне ролик был на эту тему и вот сегодня я его запишу для него в общем то уже игры стали появляться опять основанием сейчас у меня 10 часов вечера но меня вот разобрало все-таки записать проповедь да и я это и делаю прежде чем перейдем к сердцевине к самому самой сути вопросы я хочу сказать немаловажную вещь опять глобальное заблуждение такой сущность на и псевдо христианство православие католицизм протестантизма в том что они не проповедуют истину в том что они не проповедуют что учение сус христа в том что они не проповедуют что учение о святости человека а его совершенстве в этой земной жизни которую он должен достигнуть чтобы попасть в небесное царство к своему творцу господу и богу нашему иисусу христу иисус об этом учил псевдо христианство об этом не учат католики православные это что они они грешные грешные супер грешные это их учение это учение прямо противоположное учение иисуса христа протестанты спасены по вере ешь пей веселись душа моя ничего мне не надо это прямо противоположное учение учению иисусу христа иисус христос проповедовал покайтесь и веруйте в евангелие дальше он говорит своей проповеди кто слушает мои слова что такое вера вера это жизнь это мое мировоззрение по которому я поступаю кто слушает меня и не исполняет мои слов а он не говорил только верить покайтесь и верите во что в меня в искупительную жертву нет иисус говорил любите врагов благословляйте благотворите на говорил такой проповедуйте говорил это я кратко сказал благословляйте благотворить а что конкретно и он всему этому учил игрил идите сотворите и научите все народы уча их соблюдать все что я вам заповедовал разве не иисус учил в этой же нагорной проповеди прежде чем сказать что кто слушает мои слова и не исполняет подобен человеку безрассудному построившему дом свой на песке и наоборот кто слушает и исполняет построил свой дом на камне разве он перед этим не сказал любите врагов ваших и будьте совершенны как совершен отец ваш небесный ибо он подает свой дождь он что-то делает он дождь подает праведным и неправедным благотворит и добрым и злым разве иисус этого не говорил разве иисус не говорил чтобы мы были как он ибо он дал нам пример и чтобы мы все достигли этого состояния и чтобы мы все были как учитель наш а учитель наш господь и бог наш иисус христос и достаточно с нас что мы будем как он ну тут иисус хоть так и выразился понятно что выше совершенства быть невозможно нам надо стать совершенными и стать как бог иисус хочет чтобы мы были такими же как он псевдо христианство об этом никогда не учат с чего начинает свою проповедь апостол предтечи иисуса и креститель я вам подготовил такой слайдик на своем сайте покайтесь и сотворите плод плоды там не важно кто как переводит это не сейчас не не меняет никакой сути это может быть разная интерпретация лишь разные разного этого вы поняли разного начала для чуть-чуть разной проповеди суть одна покайтесь и сотворите плод или плоды достойны его этого покаяния покаяться и сотворить заметьте два слова в одном предложении два раза нужно сделать покаяться и что сделать сотворить плод достойный покаяния потому что тем людям которые шли не желая ничего делать ян креститель как иисус они одну и ту же фразу повторили в разных местах своей проповеди и своей жизни вы порождение ехидны как вы думаете убежать от будущего гнеба отсюда от ответственность за свои дела если вы не собираетесь деятельно каяться изменять свою жизнь кто вам внушил что это что-то изменит но псевдо христиану внушают их не лидеры как внушали там уже христиане уже апостолы уже пастыри покаяться и сотворить плод достойный покаяния вы знаете я на опыте личной жизни конечно же когда я 10 лет тому назад уже 11 покаялся и конечно же как все переживал не знаю как все я переживал глубокое покаяние перемену своей жизни кто знает меня господь явно коснулся я познал его природу я пребывал в его природе я знаю что это абсолютная любовь и благость и я понял что все то плохие вещи которые я делал они ужасные да мне самому было от них плохо я сам стал страдать от этого да я я больше так не смог жить я стал меняться и конечно же кто переживал подобное глубокое покаяние тот знает как ему хочется перед всем миром распластаться естественно тогда я просил прощения у всех я пока перед всем перед кем была только возможность за какие-то свои прошлые грехи я попытался и спросить прощения до очистить свой совесть как это говорят да и начать жизнь такого нового листа омывшись водами святого крещения духом святым невидимого ибо ни в какой воде я до сих пор не крещеный да несмотря на то что сейчас проповедником истины тем и свидетельствую что дух дышит где хочет все эти религиозные обряды и бредни все это от человеков иисус вообще не заповедовал никому креститься в воде на этот вопрос у меня есть уже ответы кому интересно могу дать ссылки в комментарии под роликом есть подробнейший ответ на этот вопрос учил ли иисус креститься вообще кого-нибудь в воде кому-нибудь в воде заповедовал и учил ли кого-нибудь крестить я конечно тоже переживал этот периода мне хотелось всем целовать туфли искренне да ты тебя самого раздавила твоим же грехом до долгое время ты пребываешь даже такой печали покоенные кто по-настоящему переживал покаяние и божественное присутствие и измену вот эту своей жизни после этого тот меня конечно же поймет о чем я говорю но вы знаете со временем конечно стало это проходить ты действительно покаялся ты как мог изгладил свои прошлые какие-то поступки перед кем мог извинился что мог восполнил этим людям но жизнь продолжается потихонечку ты начинаешь жить да ты уже живешь такой поступью аккуратненько вообще надеюсь что этот ролик достаточно тоже сильно изменит вашу жизнь многое скорректирует и вы дальше пойдете еще более правильным и смелым путем вы знаете все говорю меня за это и не любит за то что мои проповеди деятельны если вы их не исполняете бессмысленно меня слушать это ничего вам не даст потраченное время бесполезно со мной говорить что-то мне тоже писать там если вы не практикуете вы можете даже мне сказать что не прав только после практики потому что я все что говорю я испытываю на собственном опыте как и говорил иисус сотворите научите и вот конечно же со временем продолжает начав и продолжаем возрастать в боге совершенствоваться освещаться конечно же я жил оступе аккуратненько я жил стараясь соблюдать его заповеди поступать во всем как поступал иисус конечно же по первой я знаете в православии есть дебильнутая на самом деле традиция дебильнутая на самом деле вы не чуждайтесь этих моих слов они же не ругательные да они действительно показывают природу вещей дебильнутые идиотские глупые нехорошие злые даже вещи вы знаете маленькие грехи или казалось бы такие безобидные порой даже вещи они оказываются в оконцовке камешком скатившимся с с горы и который намотав на себя ком снега превратился просто в как это называется всход лавины да вот то же самое здесь я почему обращаю людей всегда на на это такие тонкости внимание потому что эти тонкости превращаются время в толк в толстости как бы вам сейчас не казался мой кривой русский язык это действительно так смысл я надеюсь вы поймете какое хочу до вас донести вы знаете это ужасная православная традиция просить там прощение какое прощенное воскресенье якобы они там просят вы знаете к чему все свели к чему мы сегодня дойдем вы видите из моих пяти строк у вас на экране последняя та же самая зачеркнутым основной частью предложения нас еще в детстве всем и вот заметьте сейчас я конечно ях прежде всего обращаюсь к христианам по мне христианин и святой человек это одно и то же конечно же потом я обращаюсь во вторичную очередь ко всем кто исповедует хоть какой-то свет добро и любовь и стремится к нему но и в-третьих возможно это смотрят люди какие-то случайные но может что-то решил подпивайся посмотреть попал случайно на этот канал ну может быть и его это тронет и я стараюсь в своих видео конечно же показать и на то что истина это то что есть принципе она не принадлежит не евангелие даже иисус говорил то что есть в жизни он учил простым вещам которые окружают нас природе бытия сущности истине богу это все одно и то же и вот я сразу рассмотрю известную всем так скажем назовем его религиозную или вероучительную истину и мирскую которую якобы люди там могут даже атеист исповедовать что чему нас учат евангелие но я в принципе об этом уже сказал покайтесь и сотворите плод достойный покаяния чему нас учат мирская у мудрость чему нас учили родители в детстве в школе где-то может быть у кого-то там в каких-то учреждениях и организациях под названием потому что интернат и кто-то может быть без родителей рос как нас учили извиняться знаете очень жалко что мы во взрослом возрасте дороже до таких глубоких сидин забыли вообще об этом напрочь я чем вот дальше живу я удивляюсь что с этим все больше и больше сталкиваюсь мы вообще забыли тому чем у нас учили элементарно в детстве ну может быть кого-то так не учили это тоже печально но если учили еще больше печально что с нас так учили и мы об этом забыли как нас учили извиняться в детстве родители учителя воспитатели няньки там у кого кто я говорю был прости и самая важная вторая часть я больше так не буду еще раз внимательно и обращаю внимание на эти два вот вам вероучение христианское во многих других есть вероучениях подобные мысли потому что это истина она никому не принадлежит и это хорошо что они есть эти мысли и других вероучениях и мировоззрениях человечества ибо бог всячески во всем истинно она просто есть мы все должны достигнуть ее познание и совершенства жизни в ней и чему учит так называемая тоистическое то же само общество или в принципе я грудь человек может разным мировоззрением принадлежать и исповедовать это прости я больше так не буду покайтесь и сотворите плод достойный покоение такое я говорил не раз это я уж конечно тоже точно помню этот ролик мне хотелось вот так ограничить чтобы была возможность кем-то поделиться что это такое по голове стукнул ой прости и на еще прости и бьешь стоишь по голове прости прости что это такое это ты извиняешься ты скажешь слышь ой прости вдарил бац ему еще раз ой извини извини что слабо да за что прости что такое прости это ничего прости за то что мало мимо в полно на такую тему в интернете тоже действительно можно подумать прости что мало что прости то за что тебя простить и почему я должен тебя простить без второй части о которой и и говорил и ан креститель порождение ехидны если вы не будете меняться ничего не значит ваше прости ноль просто ничего мне очень часто пишут мы общаемся какие-то новые люди в моей жизни благодаря моей деятельности появляются чего бы я и хотел какие-то разногласия пишут просто тоже прости что там немножко по конфликтую может быть что-то и не сходимся в чем-то да что прости за что прости давай простим друг друга я говорю а за что я ты меня должен прощать я а чем я тебя обидел я вам сейчас попытаюсь все это на живых примерах как я всегда люблю делать разложить у меня в принципе на памяти есть недавно у меня тут все старыми там было сейчас вот как раз не мне уже нового сестры там с родителями и вот у меня уже накипело я решил как раз ну как я так говорю на самом деле созрела я давно хотел такую правда записать что думаю что-то у меня на по-моему где-то вот чтобы отдельный ролик на проповедь меня такого нет скорее всего там где и евангелие библию читаю конечно там было много таких я об этом неоднократно говорил но полна проповеди а так никогда подобного ролика и не записал вот в частных могу говорить аудио записывать но вот как-то это очень важно когда мы выкинули эту вторую часть мы просто обесценили сущность покаяния вообще сущность своего принципа стремления святости понять как нам ее достигнуть как другом ее достигнуть это очень важно как я знаю все время говорят очень важно понять что такое грех что-то не вот эти религиозные бредные там обряди обряды или наоборот праведность там неизвестно от чего от платочка отхождение в храмы от чтения кайфтеса или счет какой-нибудь дребедение да или от того что на себя мантию там нацепил крест вот такой на пол головы это важно понять тогда ты поймешь святой это ли грешный действительно я грешно грешно и супер грешно этот чепуху буду нести о себе или я должен исполнить заветы иисуса иначе какой я христианин я ученик я должен учиться учиться и достигнуть как иисус сказал иисус не сказал вы достигните или когда-нибудь или на другом свете он сказал здесь будьте совершенными то же самое в покаянии что я как я должен с людьми себя вести как я если я святой почему я их обижаю что я делаю так я грешу каждый день что ли надо разобраться в этом а когда я должен просить прощения почему должен просить вращение если я не виноват если я говорю просто правду допустим человеку или стою просто на том стою и не могу иначе человек меня куда-то соблазняет может быть я так считаю в плотском в духовном в душевном плане ты ему пышнили не спасибо оставь от себе мне не надо он сразу бежать все еще и что я не прав что извинился перед ним за что за то что я стою в правде я вам сейчас нарисую такую картину вы удивитесь наверное многие люди основная масса читать евангелие вообще ни о чем не задумывается многие о чем-то непонятно о чем о воздушных пузырях обратите внимание я вам сейчас скажу такую вещь я очень часто когда читал евангелие кто со мной проходил это чтение замечал я многие мысли тянул на протяжении все евангелие и доказывал то что я говорю так свободной форме сюда обращал и давал ссылки людям на совместно чтение мой евангелие тем более благо теперь у меня целая библия записана пожалуйста прочитайте вместе со мной я сейчас скажу чего никогда не говорил по моему на игру может быть там в течениях евангелиях но свободных проповедях я конечно такого еще не говорил обратите внимание что господь мой и бог наш иисус христос явившись в оплоти проповедуя истину никогда ни разу ни перед кем не извинялся и никогда ни у кого не просил прощения как вам такой пиар-ход вы скажете им без греха да а разве нам он не заповедовал быть без греха о чем я уже вам пятнадцать минут пытаюсь сказать а разве поступки иисуса если мы посмотрим каким-то еще не дорожшим взглядом или мирским как это говорят или не покающийся или грешным взглядом да за многие поступки иисусу можно предъявить ваш отец дьявол вы дети дьявола потому что ищите исполнять похоти его и хотите убить меня простите что это я ой простите ребят с языка горячий сорвалось простите так делал иисус кто матерь моя и братья мои мать стоит с братьями в дверях с родственниками обводит и осматривает всю аудиторию всю комнату или весь дом там который сидел братья игорь мои сестры мои и мать моя тот кто исполняет волю божью ой мама хотя ему только что доложили что его в дверях ждут пытаются вызвать что в дурку положить помните случай в евангелии ой мамочка прости братья простите упал в коленке простите 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 не то что я там больше не буду просто простить иисус извинялся перед ними нет когда он пилату говорит что на тебе меньше греха чем на всех остальных он сказал ты что не знаешь что я имею власть казнить тебя или пощадить ой прости пилатушка прости дорогой что это я за языком не слежу вы видели такое у иисуса разве ан креститель извинился перед тем как которым еще не дойдя до него до него он уже во все горло орал чтобы эти змеи порождения ехидны даже не думали и близко подходить сюда не решившись изменить свою грешную жизнь в праведную мы видим чтобы ан креститель бросился на колени умолять их о прощении так может быть я не должен просить прощения за то что я стою в истине проповедую истину а может быть люди которые у меня просят прощения должны все-таки дать обещание клятву ведь вторая часть от этого от этой заповеди это клятва это обещание чего больше так никогда не делай так значит я должен этого достичь так значит по примеру иисуса я должен так жить значит я могу так жить иисус не дал ни одной неисполнимой заповеди покайтесь и сотворите плод достойный покаяния ты делал что-то раньше плохое не делай больше никогда ты не делал раньше чего-то хорошего сотворить это теперь и твори дальше в будущем ты не благотворил благотворить ты не благословлял благослови я вам образно сейчас а туда уже в благотворение благословение можно сами понимаете дел полно впихнуть в эту коробочку ты обижал больше не обижай ты воровал больше не воруй почему мы никогда не добавляем этого я вам скажу что это очень важно я закончу сегодняшний ролик и вы знаете кто-то кто со мной общается если я такое мне просто последний прям буквально несколько дней с двумя сестрами такое произошло и вот мне бы вот этот бы ролик я не стал обоим им ничего писать кстати думал запишу почему я говорю я уже вынашивал эту мысль и вот я им сброшу никогда после этого ролика в жизни не говорите просто так слова прости вы обесцениваете просто покаяние просто выкидывать его на помойку вы ничего хорошего не делаете если вы не даете последующий после вашего извинения что такое прости покайтесь раскаяние простили сказал что вы раскаялись якобы а где доказательство а где плод хотя бы хотя бы теоретически ты не можешь в секунду доказать и сотворить этот плод семечко растет медленно из земли сначала росточек потом дерево потом листья потом цветочки а потом уже плоды да но где хотя бы теоретически плод где семя вы помните иисус рассказывает притча о сеятеле семени семьям названо слово где слово которое ты сеешь где обещание где клятва прости я больше так не буду что конкретно еще дальше идем вот у вас все на экране я специально так текстиком добавил что такое прости я больше так не буду а как так вы знаете идеально если вы сами вот представьте сейчас на секундочку уже любой свой момент и что вы произнесете это более того мы сейчас часто ведем переписки какие-то аудио сообщения видео сообщения общаемся друг с другом в реальности как-то это знаете никак не зафиксируешь как раз а вот когда с людьми общаешься через вот интернет посредством разных средств связи как текстовые сообщения аудио видео это даже зафиксируется вы знаете когда в один раз это напишите вы даже когда это уже писать будете во многом задумаетесь я вам все это говорю от опыта почему я сам кто со мной общается заметил что я просто так ни за что не извиняюсь прошел тот период сопливого покаяния когда я тоже готов был перед всеми растеляться и просто чтобы мне ноги вытирали потому что действительно тоже все в жизни достаточно зла надел и готов был принять любой крест на себя но это все проходит у человека и когда ты напишешь целиком вот это вот предложение человеку за что ты конкретно каешься первых человеку будет понят и напишешь вот и допустим обозвал человек кем вот я называю тех кто пожирает труп убитых животных пожирает трупы труп ожорами я никогда за это не каялся не каюсь и не буду никогда каяться но если назову человека гомиком парнишку допустим а он не такой я покаюсь гомиком ямака сказал да давайте скажем слово какое пи до ра да какой грубый такой ах ты вот если я такое скажу во гневе я раскаюсь он не так я не знаю так он или нет это будет просто гнев это будет желание обидеть человека уколоть его ну вы знаете я такой уже давно не такой я так у меня редко бывают срывы я даже и уже не помню я сознательно всякое бывает по мелочи но совсем по мелочи вот именно я тогда раскаиваюсь если что-то происходит в моей жизни я именно в этом каюсь именно в этом именно этому человеку именно сейчас но именно благодаря тому что вот это во мне внутри мировоззрение это происходит крайне редко и в крайне малых и таких спокойных формах а когда я называю труппажора труппажором мне за что каяться мне не за что писать вам прости я больше не буду называть тебя труппажором потому что он есть я бы не выкладывал вы видели мои публичные беседы по разным вопросам религии веганство христианство свободы и радости чего только и матки тем только не разговаривали вы видели как я разговариваю мне не за что стыдиться я не одну ни одну беседу не закрывал по какому-то личным соображением но я всегда вам говорю вы знаете там закрыл много тогда когда потом когда с тобой сел пообщаются потом не хотят общаться и хотят просто что-то удалил это все и не чтобы тебя рядом с тобой не видели его только по этой причине чтобы эти каналы не блокировали поэтому ты лишний раз человека его просьбе его в принципе правда он же тоже в этой беседе участвует ну хорошо это добровольно я всегда жал что конечно выкладывается беседа если люди не против вот когда вы напишите человеку прости я больше не буду не просто там как-то а вот конкретно конкретно за конкретное слово даже если ты сказал вот тогда вы поймете что такое покаяние вы когда это напишите вы знаете вы человеку реально дадите знаете как расписку как вот дают там за деньги или еще что-то вы дали ему клятву если вы еще когда-нибудь раз так сделаете вот он скажешь слушай а ты же мне обещал скажешь да обещал я не сделал тогда да тогда есть за что каяться тогда есть за что бить себе в грудь и проливать крокодили слезы перед человеком в домашней молитве как это любит религиозники конечно надо меняться но это не говорит о том что вы не должны научиться в жизни жить свято и этой святость усвятить всем если вам за эту будет святость тыкать как тыкали иисусу а святости в том чтобы говорить людям правду вы не обязаны ни перед чем каяться просто недавно тоже вот такой случай был я вот в скайпе мы общаемся не идет у нас общение причем уже не первый раз сестрой может она себя узнает давай прости прости меня и ты попросил меня прощения время не буду мне не за что я тебя ничем не обидел ну конечно мне там предъявляют и там был грубый или там как-то вот такой вот твердый не мягкий явно что это не недостаток я так считаю что так надо сейчас вести себя с тобой я так считаю я считаю что я делаю правильно я вру сейчас мягкость в таком вопросе я не могу уступить я грюк как есть всяками дедом душно и домысленно какой-то вопрос то знает я ласковый добрый шелковый вопрос стал контры выносишь мне мозг хопа и так стопы давай-ка остановимся ну и что а то что там супер раним а чё тогда вообще со мной общаешься но я какой вот вы меня видите я что от кого-то скрываюсь нет ты мне позвонила и хоть чтобы я тебя все не устро перты мне мозг стала выносить и тут бац я еще твердый зачем ты мне вообще звонишь мозг выносишь я не навязываюсь у друзья мне не за что каяться я не могу быть таким каким ты вдруг решила что вчера мы два раза пообщались и ты вдруг решила что ты можешь меня каким-то переделывать почему-то это обычная моя твердость я ничего плохого не делаю слушай мне вот это не надо оставь себе я даже на тему говорить не хочу все что не скажи все плохо все твердо прислушивая не могу быть твоим каким-то воздушным мягким шариком а ты за что ты просишь пока синий дело это я первых не вижу что это такое прости там в другом моменте только недавно тоже было что там прости как простить что-то конкретно делаешь сделано и будешь ли это делать впредь это клятва вы знаете когда ты задумаешься что ты даешь клятву обещание человеку так больше никогда не делай у тебя во первых у самого какая-то точка фиксации происходит если ты серьезно конечно к этому жизни относишься к святости к совершенству к любви к добру ты хочешь быть совершенно знаете вот то что им сейчас рассказываю я думаю многих должно что-то уже щелкать а в концовке дойдет до такого что вы сегодня сильно я говорю изменитесь в себе когда вы поймете серьезность этого и вот так пару раз по практикуете как я вам говорю у вас много чего сразу отвалится много чего плохого много чего хорошего прилипнет вот все о том о чем я вам сегодня говорю вы перестанете просто так бросаться этим словом прости что прости ты реально обидела этого человека ты реально согрешил или нет что это такое просто так прости прости то есть мы к греху вот так относимся нет это серьезный вопрос если ты считаешь что ты правда совсем грубиян да там какой-то тоже меня до сих пор тычет но я понимаю что я это где-то природное мужское голос у меня там такая манера но я я до покаяния я бывал грубоватый с женщинами с мужчинами мох и сказануть и ряфнуть сейчас я просто даю понять что вот здесь все табу или все предел хватит давай остановимся я тебе сейчас по-хорошему говорю я как раз еще сейчас это я говорю по-хорошему чего непонятно вот мои глаза вот он я неужели непонятно что все стопы человек не понимает я начинаю повышение тона постепенно это лишь наборочек пока ты к нему наоборот с любовью ты потихонечку и слушай я уже второе степень говорю давай оставим не надо мне это давай начнем с чего-нибудь другого чем другом пока раз мы какой-то там контакт пытаемся найти мне не в чем кается то что я не не какой-то ее там воздушный идеал это я говорю это еще не значит что я грешник какая она ко мне и второе чем я хочу тоже сегодня закончить сейчас в перемешку буду говорить второе очень важно знаете тоже теперь ровно с той же самой стороны встать на место обижаемого и в жизни тоже на себя немножко со стороны посмотреть они слишком ли мы к людям вот требовательны ни за что да ты меня обидел слушайте посмотрите реально на настоящие грехи человека против вас если человек просто не такой как вы разность темперамента жаргон даже вот этот человек у человека как у меня еще если словесца вы знаете мы обижаемся конечно что-то надо понять как оскорбление чувств верующих вы сами знаете знаете сколько мемов ходят в интернет и это действительно так это же смех оскорбление чувств верующих особенно для христианта иисусу в лицо плевали били бичевали убили наконец на кресте и он ничего плохого своим врагам не сделал эти все чувствами оскорбились в суд побежали там штрафы трясти миллионные расставили прям бедный тоже подумайте а грех ли это вы в человеке во первых вызываете чувство вины незаслуженное мало ли что у него это мы разные выражение лица манера говорить она может быть соответственно его развитию интеллектуальному физическому образованию общество в котором мог это еще не все мы разные просто разные грех ли это а то что он стоит в своей позиции а грех лет почему он должен извиняться я думаю что кто со мной особенно близко общается тоже вот на меня просто вспомнит и проанализирует как я общаюсь ну что мы можем на какой-то вопрос даже со старенькими с кем уже мы достаточно давно дружим уже действительно такие и роднимся отчасти но бывает со временем что-то у кого-то что-то переклинивает но я не бегу кричать кайтесь передо мной как и не хотел бы чтобы они также делали если человек искренне в это куда-то его прет если я вижу это искренне да ну да пусть так что я могу сделать он так свобода не забывайте обо всех природах бытия я вам всегда не говорю это три любовь свободы и бессмертие много гигапайд не надо памяти встроенной 3 запомнить вещи просты бессмертие свобода и любовь который в том что поступать другим так как ты хочешь поступали с тобой все есть три шек искренне такой он просто такой за что просить второй раз увиделся я говорю мне там предъявляют за нежность за какую-то твердость такой обидел чем обидел кто меня слышал в беседах особенно начинает мне когда за богословские вопросы мозг выносить еще относительно моих проповеди я в умеет больной место конечно я говорю а ты видела иисус это был 30-летний юноша я уже перерос его начинал в его возрасте так скажем вышел на проповедь как раз 33 сейчас 38 уже иисус перерос этот мальчик учил там всех ходил юноша мальчик конечно нельзя назвать юноша взрослый мужчина достаточно даже конечно на самом деле но все-таки по сравнению со старцами да со старицами с такими же ровесниками ни перед кем не извинялся он ни у кого ничего не спрашивал ни у кого не учился я слушаю тебя второй день знаю я слушаю мы мы можем пообщаться конечно не против я открыты чем я ведь как не говорю там от и женщина чего-то там словом ли еще бурган нет все даже эти братья сестры так чисто мир земное половое различие отношусь к женщине мы можем одинаково можете мне мозг выносить в хорошем смысле слова можем общаться эти вопросы но опять же я-то у вас не спрашиваю об истине я не ищу но я себе тоже могу что со стороны послушать на одно дело я послушал и ты лишь хорошо вот я с высказал все а начинается это не заканчивается высказанием так ты примешь это слушаю даст довольна того что я тебя выслушал хорошо но я слышал и я тебе тебе что не интересен мой ответ я сказал что мне это не надо прям сейчас я уже все это проходил я слышал не только тебя я время это не надо я даже тебе не буду обещать подумать я не хочу я все это проходил мне вот это не надо потому что у меня первое нет все сразу в обидке ты меня бить почему и чем я тебя не обидел вот так вот это тоже очень важно из других поэтому я тоже знаете я ей в ответ вот при этом она с меня требует про прощение чтобы я извинился а я с ней нет но ты и так думаешь ради бога даже вот ты решила и ты мне решила все это высказать тебя то не устроила то там я тебя даже после нашего разговора сейчас не прошу извиниться передо мной ты так думаешь я понимаю я понимаю я стал полностью не согласен на все тем кто мне поговорили мы вообще разные я считаю что ты далека от истины но я тебя не прошу извиниться перед собой ты живешь как живешь если ты искренне идешь и ты только на таком уровне смотрю на тебя как на ребенка ну да ну слава богу если как ребенок как иисус сказал хотя бы чисто сердцем и умом хотя бы просто пытаешься к этому доползти я если это вижу или не вижу это не суть важно меня в принципе ты ничем не можешь обидеть мне нет чувств верующих как вот у этих но поговорили ну хорошо мне даже это не обижает то что мы с тобой в контру встали как бы у меня это как сюда грына тяну такое лицо да и будут недовольные вид делает до повышенной такой более не знаю сколько меня более еще в басисте тон там делается да но я говорю мне не надо я почему-то не прошу прощения извиняться тоже передо мной я себе я не нечем извиняться и тебя и не прошу ты меня этим не обидел я не такой обидчивый да мне не за что обижаться вот это вот обидчивость это грех как раз потому что ты вгоняешь человека в незаконную вину он ничего не сделал достойного действительно настоящей вины тоже он тогда должен быть следующий он тогда никогда так не будет а я не я круги а так и буду в следующий раз делать я не могу сейчас сказать прости я больше так не буду я ничего те плохого не сделал я просто сказал спасибо мне это не надо все и сказал в той форме как считаю нужно это не обида если у тебя там какие-то децибелы ловится не микронный то я тоже не знаю об этом у тебя нет никаких там индикаторов знаете с желтенького через зелененький до красненький я не знаю я говорю как я говорю это важно вот это вот обидчивость незаконная за все на свете понимаете это тоже плохо это тоже плохо в жизни надо понять что никто нам в принципе ничего не должен это очень важно кроме как был взаимной любви но любовь что такое дают бери бьют беги тебе никто ничего не должен это и над понять это знаете как муж женой то же самое ты чут друг друга теми обетами которые он давал не на свои смотрят она его вот здесь то же самое это каждый для себя читает я никому я должен всем ведь людям на земле я всех люблю но это не знает что другой тебе берет и тычет никому ни в чем не имеем нужды кроме взаимной любви да ты мне должен ведь нет это как раз ты тоже об этом думал это тебе в уши вложено относительно другого каждый должен думать он мне ничего не должен он даст мне сколько считает нужным я могу попросить а у нас вечно все должны отсюда вот это тоже обидчивость это очень плохо очень плохо это столько тоже вот из-за этого конфликта в трении недопонимание к сожалению вот этой не схожести хотя бы молим намного потом проще найти язык общий если убрать вот это что тебе все что-то должны тебе твоим детям твоим родителям неважно одинокая ты мать или нет это тоже очень важно замужняя женатая сирота или нет это вообще не имеет значения каком состоянии в принципе тебе не ты должна жить должен жить неважно мужчина или женщина никто тебе ничего не должен это очень важно понять в жизни вот так вот поэтому когда вы отнесетесь к этому серьезно когда вы перестанете вот этим прости бросаться просто как просто обесценили просто в грязь в топтали истину святость евангелия никогда не произносите слово прости без его второй части это не полноценная часть это ампутированная часть причем от самой важной части это липовое покаяние это фейк это просто брошенное слово в пустоту ничего когда вы дадите клятву так больше никогда конкретно причем прости я тебя обозвал тряпкой а ты не тряпкой я знаю я знаю ты сильный смелый я хотел тебя подцепить трупажор то труба жор ты тряпкой никогда ты может там за меня заступался еще когда ты сознательно ты знаешь когда ты сознательно грешишь до сознательное причинение зла человеку когда я называю себя трупажором я лишь лишний раз подчеркиваю коротко подчеркиваю его злодеяния которые они делают каждый день по несколько раз в день когда я человека знаю что он смелый называет рядка просто хочу уколоть если я гомосексуалиста называю геем не будет на меня обижаться он такой есть а вот если я натурал и называю педиком я его обижаю я его оскорбляю я его обзываю он таким не является я его хочу унизить потому что это для него зло оскорбление унижения обида и я это делаю за это я должен каяться да и так такого не должен делать вот так вот на самом деле очень простая тема еще раз я подведу итог мне кажется в принципе выложился покаяние без плода покаяния не значит ровным счета ничего вам напомнить дальше что сказал иоанн предтеча покайтесь и сотворите плоды достойные покаяния ибо дерево не приносящие плода дерево цветущее дерево помните как иисус нашел смоковницу всю усыпанную листвой срубают и бросают вечный огонь нет от него никакого толку покаяние без плодов ничего не значит плод начинается семечка плод на дереве начинается семечка семечка есть слово божье и слово человеческое которое ты дал прости я больше не буду тебя унижать этим словом прости я взял твое я больше никогда ничего у тебя не чужого даже он не узнает воруешь ли ты у других я больше никогда ничего у тебя не возьму без спроса вот настоящее покаяние и требуйте такого покаяния от кающихся перед вами вы знаете когда человек этой игры даже проговорит произнесет когда вы будете в переписке он это напишет вы можете сделать те скрин кстати в этом нет ничего плохого куда-нибудь в избранное добавить это аудио искать слушай дорогой когда он сделать это раз ты вторично грешишь ты рецидивист вы знаете это очень сильно влиять на нормального человека конечно в принципе на прям лютую беззаконника я не знаю как это в идеале повлиять почему я сказал прежде всего мой ролик святым стремящимся к совершенству второе так по выходным и третье может случайно забрели но может быть чье-то сердце это тронет и он на всю жизнь это запомнит поэтому первое что это сама святость покаяние знаете православие там католицизме в противотизме даже таинство вот оно таинство не бесчестите это таинство не перед попом там под полотенчиком или там в клеточке у кардинала нет или у пастыря на плечике с горькими крокодильями слезами нет самое настоящее раскаяние перед тем человеком живым существом может быть даже природой против которой ты погрешил сотворил злодеяние покайся в этом злодеянии произнеси это вслух что ты этого злодеяния никогда пусть тебя услышат господь и небеса никогда ты этого не сделаешь в этом абсурд те же самых религиозных традиций покаяния они ходят из дня в день из недели в неделю из месяца в месяц и каются в тех же самых грехах так как там вот такие вот проповедники и соответственно учителя слепые вожди слепых они каждый раз кается в осуждении казалось бы ну нет греть человека без греха но я все равно кого-то осуждаешь разберись что такое суждение может быть учение вашей псевдо христианской секта ложь может быть иисус который учил не осуждать говорил лишь не осуждать человека на смерть разве он не обличал людей всех лично тет-а-тет публично группы людей человечество в грехе разве он этого не делал разве это называется осуждение в осуждение пиханули все что только можно нет говорение людям правду в лицо вот так вот может быть кого-то кто кто-то на себя примет я реально когда человек любовь не реальная жизнь тоже я мои проповеди очень часто связаны конечно же с моей личной жизни вот и сейчас каким сказал кто-то себя узнает я буду рад что если он себя узнает я это мог бы лично сказать специально пишу зачастую такие проповеди делюсь я поэтому имен не называю чтобы конечно перед другими людьми не унижать этого человека тем более наших внутренних этих никто не знает вот но зато с разными людьми поделился и в будущем поделюсь и человек поймет что я ему хочу сказать человек должен возрастать от тебя должны отваливаться грехи про страсти вообще молчу для святого человека это чуждо да ты можешь в каких-то мелочах в небольших импульсах что-то в жизни совершать вы знаете это исправляется моментально перед тем человеком когда ты живешь святой жизни никогда не будешь этого откладывать когда-то об этом думаешь размышляешь полагаешь эту запутствие сердце бог тебе тут же все это это вот тут прямо у тебя вот прям рядышком это тут же всплывает это все вот у тебя здесь голове хоп распылился что-то еще всяк переборщил палку перегнул ты тут же покаешься даже если твой противник даже если ты в чем-то как я говорю я иногда могу с человеком быть в контре да такое мы груму может быть два проповедника так сцепились и если я даже с ним не согласен но в чем конкретном я переборщу я не буду тоже за все извиняться все я лох недостойный проповедник все что играл неправда нет я просто слушай прости перегнул прости обидел тебя извини есть же люди могут додуматься там жены коснуться еще чего-то да я говорю внешности человека разве то лишь бы обидеть человека понимаете это очень важно причем знаете сказать что ты толстый обжора sky слушай вот и вот вы проповедуйте труп ожор что посмотри на себя это не грех я не буду извиняться я скажу вот твои плоды твоей жизни вы так живете и так проповедует но если у человека врожденное какой-то ну у него может быть немного кривой нос может быть сильно кривой вот именно он может быть достаточно до некрасивый у него может быть и увечья рук ног лица игру всего чего угодно просто может быть ну совсем не симпатичная заикаться дефекты речи если я ему на это тыкну от него независимых вещей да слышь ты там заикастый это грех это грех и ты должен сразу осознать это но вы знаете у святого человека и такой вылетает ты не часто я вам уже много раз говорил даже за те слова которые я говорю там идиоты иисус грамм безумцы безумцы такой же дурак и тут же он говорил проповедовал безумные слепые но при этом говорил кто скажет брату своему рака безумный надо разобраться сейчас я уж не буду про все теперь пророка да кто хочет такие евангелия обращайте этому во всем этом говорил там просто разные понятия там милосвыдуем сказать так дебил когда человек таким не является помните как мы в юности в детстве между собой общались вот мы тогда кидались словами просто так когда сейчас они не являются а другую иисус действительно безумные без ума слепые вожди слепых это действительно такое было и те же самые слова там идиот это лишь синонимы ну ладно сегодня не об этом уже здесь смысл конкретный мы же не будем сегодня все грехи конкретно разбирать но вот смысл покаяние это самое настоящее таинство если только не в религиозных смыслах это изменение человека раз и навсегда в этом в этом в этом и ты и ты шлифуешься и меня поймет сегодня только тот кто действительно уже практикует практиковал и может быть достиг чего-то в покаянии а может быть и достиг уже близкого состояния к совершенству то вы знаете это не так сложно иисус ничему не учил сложному с людьми очень просто легко общаться мы все разные если у вас что-то не складывается с людьми посмотрите на иисуса он просто отходил от людей но просто их оставлял бог есть любовь свобода и бессмертия не забывайте не одной природе бытия не надо вам да ради бог вы творите беззаконие вам прямо об этом скажет вы дети дьяволы потому что вы ищете убить меня а он был изначально человек убийцы более того он все вам объяснит вы поступайте также иисус каждый иерусалимский каждый еврейский праздник самые 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 праздники в году предпасхальные пасхальные в иерусалиме в храме соломона в этом капище устраивал дебоши переворачивал станы столы выгонял оттуда всех животных чтобы их бедных не при не приносили в жертвы шумел на них и что он извинялся за это никогда никогда не перед ними не публично он никогда не отцу небесному он не каялся в этом его спрашивали какую власть он делает он им объяснил какой властью это делает то что он свет они творят беззаконие потому что дом молитвы превратили во что в бизнес средство обогащения да еще более того из людей делая просто тупых религиозных маразматиков которых в мешках черти затаскивают к себе в преисподнюю вот и все за их никудышную жизнь вот так вот я надеюсь что сегодня я для вас в полноте раскрыл тему покаяния прощения и обидчивости это тоже очень вот это вот предъявление грехов человеку это очень важно вот эти две стороны о них я сегодня забыл и вам рассказал я надеюсь эта проповедь не пройдет для вас бесследно вы много из нее возьмете и начнете жить именно так чему учу не я а истина а иисус христос все чем сегодня рассказал есть в евангелии есть во многих здравых учениях и есть во всеобщем здравом учении человечества прости я больше так делать никогда не буду а 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 Субтитры создавал DimaTorzok